решитесь пожалуйста презентацию замечательно ну все поехали так так нам нужно сделать слайд шоу так слайд с текущего итак первое задание этого тест давайте посмотрим для подготовки значит так если что-то будет непонятно ребята вы мне как-то задавайте вопросы вот правда чат я к сожалению пока не вижу но буду стараться периодически выходить итак если продавец книг получает книгу со скидкой в 10 процентов с номинальной цены а продает ее по номиналу то процент прибыли продавца составляет ну как решить эту задачку значит смотрите можно за x принять это номинальную цену номинальная цена ну то есть цена по которой он видимо значит получает эту а нет он получается скидкой в 10 процентов с номинальной цены значит получается смотрите x мы вычитаем 10 процентов от этой цены значит надо x поделить на 10 на 100 и умножить на 10 в результате получается 0,9 x ребята вот по такой цене он получается покупает книгу сейчас он должен ее продать по номинальной цене как решить это ну знаете ребят ну по-разному можно конечно можно например сказать что 0,9 x это для продавца сто процентов а продает от не по номиналу то есть x это неизвестно сколько процентов сейчас можно использовать метод пропорции и найти вот этот значок вопроса да то есть сколько процентов составляет и вот сейчас вот это вот x от 0,9 как это сделать ну вы знаете метод пропорции произведения крайних равно произведению средний значит у нас сами получается что давайте я значок вопроса так вот и оставлю и так x у нас будет то есть вопрос будет равен чему так ну сожалению от меня сейчас минутку так сохранить так ребята не слышно нет я слайды не видно так ребята я сейчас так а сейчас вот я вот пишу вам видно ребята вот то что я записываю ну все тогда продолжаю это так итак продолжаем и так произведению крайних равно произведению средних и в нашем с вами случае получается что x надо умножить на 100 и поделить на 0,9 x на x мы сами ребятки сократим и получается что 100 нужно поделить на 0,9 так ну конечно так не очень хочется делить можно на 100 до и на 10 до множить получается 1009 так равно ну что у нас 1000 это 999 плюс 1 999 на 9 это 111 и 1 9 вот столько ребята процентов составляет у нас сами номинальная цена от этого от этой цены по которой получает этот продавец книгу значит прибыль продавца составляет сколько мы есть и 100 процентов это вот это его цена а стало вот столько соответственно получается что прибыль продавца составляет 11 целых и одну девятую процента но это у нас сами ребята вы знаете что это 11 целых и 1 в периоде ну кстати раз мы проговорили про период давайте вспомним о том что есть чистые периодические дроби и смешанные периодические дроби ну например чисто периодическая дробь это например такая 3 целых и 75 в периоде вот то есть период идет сразу после запятой как значит чистую периодическую дробь обратить в обыкновенную что нужно сделать но есть конечно я не знаю конечно как вам школе рассказывают но можно например вот так вот сделать значит нужно период записать в числителе а это 75 а знаменатель цифру 9 столько раз сколько циферок у нас с вами в периоде ну так как две циферки в периоде то две девяточки мы с вами записать конечно это может быть вам объясняли и через прогрессии но можно его так вот сделать то есть если например 7 целых 288 в периоде то вы прекрасно понимаете что это 7 целых 288 и 999 ну вот вы это можно так переводить значит чистые периодические дроби в обыкновенную есть смешанная периодическая дробь это какая это когда период идет не сразу после запятой ну например 6 целых 3 и 8 в периоде как поступить в этой ситуации получается что можно сделать опять же через прогрессии а можно вот так вот и так 6 целых мы записали далее из числа стоящего до 2 периода то то есть видите на сами 38 вычесть то что находится между запятой и периодом то есть то что нам мешает это 3 знаменатель цифру 9 записать столько раз сколько циферок у нас в периоде в периоде у нас сами одна восьмерка то есть одна девятка значит после а между запятой и периодом одна циферка то есть добавляем один номер таким образом получается 6 целых 3590 ну давайте еще один пример приведу и на этом с этим примером заканчивать например семьдесят пять целых 38 а здесь пусть будет у нас сами 100 ну например семьдесят девятых до в периоде так что это будет получается семьдесят пять целых далее в числителе что мы запишем тридцать восемь тысяч сто семьдесят девять вычесть то что нам мешает записать период то есть уже ответ да нам мешает 38 вот вычитаем 38 в знаменателе цифру 9 мы должны записать три раза один два три а потому что три циферки в периоде и столько нулей сколько циферок между запятой и периодом то есть два нулика вот так но ребята останется посчитать и у вас ответ получится так дальше идем следующее задание так следующий номер вторая задачка и так баранина при варке теряет одну треть своего веса чтобы получить 200 грамм вареного мяса следует взять сырого мяса сколько но опять же все зависит от того как вы хотите решать ну например если просят найти сколько взять сырого наверное вам ну более понятно что мы можем за x это брать да то есть x это сырое мясо да то есть это у нас сырое мясо так что нам известно известно что при варке теряет одну треть раз одну треть теряет значит две третьих остается значит получается что x я должен умножить на две третьих и это уже получается столько сколько осталось у нас с вами то есть вареное а по условию это 200 грамм осталось найти x x у нас с вами ребята будет надо 200 поделить на две третьих но когда мы делим на две третьих вообще-то мы сами что делаем когда делим на друг переворачивание получается три вторых умножаем на три вторых но на двоечку сокращаем и получается у нас сам так на двоечку сократили здесь осталось 100 ну и в результате мы получаем с вами 300 так ответ под номером 2 так сейчас я ребята в чат выйду посмотрю что там мы сами так есть ли на вопросы какие-то на всякий случай так так слайд не соответствует комментарии так странно ребята должно соответствовать так и слайд на слайде не видно записи так служит так так ребята давайте мы сейчас с вами сделаем так 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 давайте сделаем так Так, файл. Ребята, сейчас вот видно вам презентацию на экране? Титульный лист, вот сейчас вы должны видеть. Так, сейчас меняются слайды? Ну вот, все, сейчас разберемся. Так, дальше, значит. Вот. Следующее, так, что нам нужно сделать с вами? Так, инструменты. Так, и вот здесь я уже могу писать, видимо, да? Так. Так, да, могу записывать. Ну вот, смотрите, ребята. Про баранину мы уже с вами все тут решили задачку. Так, это надо. Вам целиком слайд виден? Так, идем дальше. Так, идем дальше. Поехали. Так, следующий. Третье задание. Так, что нам с вами здесь сделать можно? Ну, помните, на ОГЭ, ну в смысле, когда вы готовитесь к ОГЭ, у вас есть такое задание. Так, прямое изображенное на рисунке определяется уравнением. Ну, как это сделать? Можно исходить от ответов. То есть, берем ответ, в смысле, берем точки и подставляем в каждый ответ. И смотрим, удовлетворяют они или не удовлетворяют. Вот берем первую точку. Первая точка с координатами 1, 0. Так, 1, 0. Берем первый ответ, подставляем единичку, подставляем, получается 0. Подходит? Да, подходит. И у второй подходит. И в третий подходит. Слушайте, нам крупно не повезло, все подходят, да? Теперь у нас есть другая точка. Точка пересечения даже напрямую с осью Y. Это точка с координатами 0, корень из 3. Подставляем 0, мы должны получить с вами корень из 3. Подставляем в первый ответ 0. Получается, что у нас с вами? 1 вычесть 0, корень из 3. Ну, кажется, мы с вами нашли ответ. Потому что всего у нас парень правильных ответов 1. Ну, значит, все. Ответ первый. Дальше можно уже не идти и не проверять. Так. Идем дальше. Следующее. Так. Четвертое задание. Тоже такое задание у вас встречается на ОГЭ. Так. Ну, давайте будем записывать. Итак. Свойства степени. Произведение. То есть, мы с вами вот этого возводим в степень. Да? То есть, каждый множитель возводим в эту степень. Получается у нас с вами 1 третья. Уже будет в кубе. Так. Умножить. Так. У нас с вами А в квадрате, да еще в кубе. Получается А в шестой степени. Дальше. Умножить на Б в третьей степени. Далее. Умножить. Так. Смотрите. Эта скобочка тоже во второй степени. Но, что мы можем с вами сделать? Возводим каждый множитель в эту степень. То есть, минус 3 в квадрате. Ну, давайте сразу считать. Это 9. Умножить на А во второй. И умножить на Б. Ребятки. В какой? Уже в шестой степени. Так. Ну, что ж. Давайте немного преобразовываем. Итак. Во-первых, 1 третья в кубе это 1 двадцать седьмая. 1 двадцать седьмая. Умножить так. А что же здесь? У нас есть А в шестой и А в квадрате. Когда мы перемножаем степени с одинаковым основанием. Основание оставляем прежним. А показатели складывают. Поэтому получаем А в восьмой степени. То же самое мы проделаем из Б. Получается, Б у нас с вами в девятой. Так. И еще умножить на девяточку, ребятки. На девяточку мы можем потом сократить. И остается одна третья. Давайте попробуем найти ответ. Одна третья. А в восьмой. Б в девятый. Так самое главное внимательно найти это. А в восьмой. Б в девятый. Одна третья. Ну вот. Мы с вами нашли ответ под номером три. И так. В тесте только один, ребятки, правильный ответ. Так. Идем дальше. Следующее задание. Так. Ну вот. Начинается у нас с вами интересное. Модуль. Да? Так. Модуль появился. Так. Смотрите, ребята. Что мы с вами в первую очередь сделаем. Во-первых, вам эту презентацию вышлют. Вы тихонечко давайте. Ну, переписывайте себе задачку. Вот. Итак. Пока переписывайте, я немного расскажу. Не надо бояться этих модулей. Вот. В самом начале попробуем преобразовать выражение, находящееся под знаком модуля. Итак, у нас с вами что там? А плюс 2 в квадрате. Вычесть 4А минус 4. Ну, в квадрат эти мы все умеем возводить. Итак, возводим. Получается А в квадрате плюс так удвоенное произведение. То есть, мы никак попало возводим все это в квадрат А по формулам. Формулам сокращенного умножения. То есть, получается плюс 4А плюс 4. Так. Минус 4А и минус 4. Минус 4. Модуль закрылся. Плюс А умножить на модуль А. Равно. Ну, что ж. Давайте приведем подобный, который большой модуль. У нас с вами 4А и минус 4А взаимно уничтожились. Четверки тоже у нас сами взаимно уничтожаются и остается А в квадрате. В результате мы получаем модуль А в квадрате плюс А умножить на модуль А. Так. Значит, смотрите. Ну, модуль в квадрате или просто у нас сами в квадрате, это же одно и то же значение будет. То есть, просто А квадрат. А вот это вот, а вот это уже можно в ребятки преобразовать. Смотрите. По условию задачи нам сказали, что А равно минус 3,14. Это говорит о том, что у нас с вами вот этот модуль, вот этот вот, он раскроется со знаком минус. И в результате вы получите минус А в квадрате. Ну, А квадратный минус А квадратный, мне кажется, получается ноль. Как вы видите, я даже не подставил минус 3,14 ни разу в это выражение. Я просто посмотрел знак, раскрыл модуль и у меня получился ответ. Да, конечно. Когда получается, что А какое-то красивое число. Ну, например, там двойка, тройка. Честно, если бы я решал тест, я бы, наверное, просто подставил бы. Вот. И посчитал в лоб. Но минус 3,14 как-то не очень приятно подставлять, возводить в квадратный. Поэтому нужно преобразовать. А потом уже, если уж понадобится, в самом конце подставить. Ребятки, пока понятно то, что я объясняю? Или очень быстро? Так, ну, идем дальше. Надо нам успеть достаточно интересные задачи там подготовил. Рассмотреть. Так, идем в следующий. Вот тоже задачка есть такая у вас на ОГЭ. В наступительных экзаменах она тоже достаточно часто в разные годы встречалась. Итак, расстояние между городами А и В равно 435 километрам. Из города А в город Б со скоростью 60 км в час выехал автомобиль. А еще через час после этого, навстречу ему из города В, выехал со скоростью 65 км в час второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся? Ну что ж, можно, конечно, рисовать. Давайте. Итак, поехали. Итак, вот у нас с вами из города А в город Б поехал один. Так, это город А. Что-то такое произошло, не понял, если честно. Так. Вроде одно рисовал, тут что-то другое получилось. Вот из города А в город Б поехал у нас с вами автомобиль. Так, расстояние между ними 435 километров. Так, этот едет в эту сторону со скоростью 65 км в час. Так, км в час. Так, а этот едет со скоростью 65 км в час. Так, что у нас с вами спрашивают? На каком расстоянии от города А они встретились? Да, то есть вот где-то здесь они встретились. В точке С. И вот это вот АС нам надо найти. Итак, АС нам нужно найти. Ну, ребят, все зависит от того, как вы привыкли решать эти задачи. Что брать за Х? Кто-то берет время, кто-то берет расстояние. Вот тут, как бы, ребят, я не знаю, какая оптимальна для вас будет вот эта переменная. Ну, давайте за Х возьмем, ну что там. Ну, давайте возьмем расстояние. Да, вот какого от нас вот просит, то и найдем. Итак, пусть АС это будет Х. Ну, так мы привыкли, да? Итак, АС это Х. Итак, тогда получается, что вот это расстояние Х, он ехал со скоростью 60 км в час. Значит, время на АС у нас будет равно Х. То есть путь мы делим на скорость, то есть на 60. Дальше. Нам нужно найти время тогда уж на ВС. Тогда время из точки В. Так, что-то у меня подтупливает маленько. Так. Будет равно у нас сами. Нужно, смотрите, ребята, ведь расстояние между городами 435 км. А если АС это Х, то тогда получается, что ВС это 435 минус Х. Разделить получается на 65. Ну вот, время мы с вами, ребятки, знаем. Время мы знаем с вами. И поэтому мы можем с вами что сделать? Сказать. Во-первых, из А выехал на целый час раньше. Значит, времени до момента встречи у него на 1 час больше. Значит, получается, что уравнение у нас будет Х делить на 60. Так, на 60. Вычесть 435. Так. Сейчас, ребятки, что-то тут подтормаживать чуток. Так, 435 минус Х деленное на 65. Так. И равно у нас с вами, ребята, единички. Ну, потому что тот выехал из точки В на 1 час позже. Да? Вот остается решить это уравнение. Ну, как вы его будете, ребята, решать? Можно привести к общему знаменателю. Так. Значит, что там у нас с вами? Можно идти от ответов. Да? То есть взять просто ответ и поподставлять. И, может быть, что-то у вас получится. Может, пальцем не оботкнете и угадаете. Но, конечно, не очень хорошо. Так. Ну, общий знаменатель. Смотрите, 60 это 5 на 12. А 65 это 5 на 13. Значит, первую дробь я должен домножить на 13. Вторую дробь я должен домножить на 12. Ну, и, в общем-то, уже посчитать, что там у нас окончательно получится. Я думаю, что до конца я доводить это решение не буду. Уравнение у нас с вами составлено. И решите вы это сами. Потому что, ну, простое задание. Так. Ну, тогда пойдем дальше. Так. Так, идем дальше. Следующее. Так. Вот у нас сами. Так, ребятки, сейчас. Так. Ребятки, слайд появился. Хорошо. Который теперь час, если прошедшая часть суток, на 2 часа 30 минут больше оставшейся. Так. Ну что. Как вы будете решать? Можно за x принять? Итак, вот, x это который, ну, то, что просит, да? Мы же привыкли, x это который теперь час. Так. То есть, мы можем назвать это текущее время, да? Текущее. Текущее время. Так. Значит, смотрите. Если это текущее время, то прошедшая часть суток, это и есть то, что у нас с вами прошло. Вот если сейчас 17 часов 37 минут, это и есть то, что у нас с вами прошло. Значит, оставшаяся часть суток, это 24 минус x. Это оставшаяся часть суток. Ну и что у нас написано? Который теперь час, если прошедшая часть суток, на 2 часа 30 минут больше оставшейся. То есть, получается, что вот это вот текущее время, или прошедшая часть суток, на 2 часа больше вот этого. Значит, надо из большего, то есть x вычесть 24 минус x. Вот так вот. Вот так. И это будет равно у нас с вами 2 часа 30 минут. Но надо, конечно, ребятки, перевести либо все в часы, либо все в минуты. Ну, так как я все-таки написал 24, все-таки, значит, я перехожу в часы. И это будет 2 с половиной часа. Ну, тут понятно, что нужно быстренько раскрыть скобочки. Получается 2x, так, минус 24 мы переносим. Это будет равно, у нас с вами, ребята, 26,5. 26,5. Ну, осталось на 2 поделить. Итак, x будет равен, это 13,25. Так, 13,25. Ну, ребят, это понятно, что это 13 часов. 13 часов. Так, а 25 сотых, это что у нас с вами? Сколько минут это будет? Так, это четверть часа, да? Нет, это не 25 минут. Да? Это же четверть, то есть можно записать это 13,13, 1,4. Это будет 15 минут. 15 минут, ребят. В часе не 100 минут, да, а 60. Так, ну, почерк у меня что-то сегодня вообще ужас какой-то. Так, идем дальше. Так, ну, вот преобразование выражений. Так, преобразование выражений. Так, как быть здесь? Ну, ребят, тут, конечно, все зависит от вашей математической подготовки. Что вы умеете делать? Вы умеете, наверное, избавляться от иррациональности знаменателя. Кто-то из вас умеет выделять полные квадраты. То есть, все зависит только от вас. Вот смотрите. Например, я захочу избавиться от иррациональности в знаменателе. Да? То есть, я должен домножить на сопряженное выражение. То есть, смотрите. 4 вычесть корень из 3. Я преобразуя эту нашу дикую дробь. 4 плюс корень из 3. Вот так вот. Честно, ребята, я никогда так не писал. Здесь что-то у меня вообще ужас какой-то. Так, я домножаю на сопряженное выражение. То есть, на 4 вычесть корень из 3. То есть, мы домножаем на сопряженное выражение для знаменателя. Для того, чтобы получилась всегда одна и та же формула. Разность квадратов. В числителе мы с вами получаем. 4 минус корень из 3 в квадрате разделить. Так, а здесь разность квадратов. 4 в квадрате. 4 в квадрате. Вычесть корень из 3 в квадрате. В результате у нас с вами что получается? Так, ну что? Числитель давайте будем раскрывать. У нас в результате что получается? 16. Так, вычесть удвоенное произведение. Это 8 корней из 3. Плюс 3. Так, в знаменателе получается 16 отнять 3. Это 13. В результате мы с вами, ребятки, получаем. 19. Вычесть 8 корней из 3. Так, ребят, честное слово. Я что-то еще тут. Как-то пишу, не 3 вопроса. Так, вот так. Вот. Это у нас с вами, ребятки, только дробь получилась. Вот это вот. Которая первая. И умножается. Смотрите, ребята. На выражение очень сильно похоже на это. На сопряженное. И у нас с вами в этой ситуации получается, смотрите, какая жуть. 19, вычесть 8 корней из 3. Так. Умножаем. Я вроде скобку рисовал. На 19 плюс 8 корней из 3. Равняется. Так. Опять разность квадратов. Ну, в этом случае смотрите, что получается. 19 в квадрате. Вычесть 8 корней из 3. Ребята, это у меня 3. Такое. Так. В квадрате. Разделить это все на 13. Так. На 13. Равно. И вот это все сейчас мне нужно посчитать. Вы представляете? Я вот если буду писать тест вот таким макаром, я точно ничего не успею сделать. Поэтому, чтобы я сделал. Но, ребята, честно, я до конца доводить не буду, потому что 19 в квадрате вы возведете. 8 корней из 3 квадратов вы тоже возведете. Но это не очень хорошо. Конечно, было бы классно, если бы вы научились выделять полный квадрат. Вот смотрите, ребятки. Так. 19. 19 плюс 8. Так. Так. Ребята, сейчас может быть... Так. Так. Подключаю. Тут разное. Что здесь еще может быть? Так. 19 вычесть 8 корней из 3. 19 вычесть 8 корней из 3. Вообще, это формула, ребятки. Там, где остается корень квадратный, это всегда, это в большинстве своем случаев, это удвоенное произведение. Потому что квадрат, он убирает корень квадратный. А это у нас с вами получается, что корень-то остался. То есть он будет в удвоенном произведении. То есть получается, что 19 плюс 8 корней из 3, это 2. 2 умножить на 4 и на корень из 3. Вот эта двойка, она называется технической, ребятки, двойкой. Это как 2AB. А вот это вот, это А квадрат плюс B квадрат. Вот так вот. Вот. Вот эта двойка, вот она, видите? Это, и так, это либо квадрат суммы, либо квадрат разности. Из-за плюса у нас будет квадрат суммы. Итак, двойка техническая. Значит, А это четверка, корень из 3, это скорее всего B. И давайте попробуем подставить. Если четверку подставить вместо А, это будет 16. Корень из 3 подставить, это будет 3, 16 плюс 3, это 19. Оказывается, ребята, мы угадали с вами формулу. Что это у нас с вами получается 4 плюс корень из 3 в квадрате. Корень из 3 в квадрате. Вот что у нас с вами получилось, ребята. И если мы сейчас подставим... Так, как тут удалить? Так, ну как-то тут это удаляется, наверное. И мы подставим наше выражение, то у вас 4 плюс корень из 3, одно сократится. А 4 вычесть корень из 3 умножить на оставшиеся 4 плюс корень из 3 ребятишки, это будет 16 вычесть 3. А 16 вычесть 3, это 13. То есть если мы будем уметь выделять полные квадраты, а вам желательно этому научиться, то задача решается не такой дичью, как это было в самом начале. А гораздо, гораздо, гораздо быстрее. И ответ вы выдадите сразу. Поэтому учимся выделять полные квадраты. Это вам поможет... Ребята, не знаете, где вам это понадобится? Это когда вы поступите в институт, вы будете решать интегральчики всякие там, вычислять. Так вот там это вам точно понадобится. Так, идем в следующее задание решение. Так. Вот. Результат деления многочлена на многочлен равен. Ну что, умеете делить многочлен на многочлен? Ребята, умеете делить многочлен на многочлен? Так, вот кто-то умеет, кто-то не умеет. Ну давайте попробуем научиться. Значит, многочлен делится на многочлен очень просто. Это как одно число делится на другое. Во-первых, вы должны его записать в каноническом виде. То есть по убыванию степени буковки X. Вот у вас 4, 3, 2, 1, нулевая степень. Все нормально, значит. Здесь тоже 2, 1, нулевая. Так, все хорошо. Записываем, как одно число делится на другое. Так, ну поехали. То есть получается 2X в четвертой. Так, минус 11X в кубе. Так, плюс 7X в квадрате. Так, плюс 5X минус 3. Разделить. Видите, уголком. 2X в квадрате. Минус 3X плюс 1. Так, ну что. Теперь смотрите, ребята. У каждого многочлена есть так называемый старший член. Это слагаемое с самой большой степенью. В нашем случае это 2X в четвертой. А здесь 2X в квадрате. Так вот старший делим на старший. Так, 2X в четвертой делим на 2X в квадрате. У нас, ребятки, получается с вами, получается X в квадрате. Вот берем, значит, это и есть наш дополнительный множитель. X в квадрате. Видите, я даже цвет поменял. Так, берем по X в квадрате. Домножаем. Итак, что у нас получается? Итак, 2X в квадрате минус 3X плюс 1. Домножаем на X в квадрате. Получается 2X в четвертой. минус 3X в квадрате в кубе плюс X в квадрате. X в квадрате. Так, вычитаем. То есть видите, как одно число делим на другое, так и здесь. Так, 2X в четвертой вычесть 2X в четвертой будет 0. Вот здесь не запутаться самое главное. Минус 11X в кубе вычесть минус 3X в кубе. То есть минус-минус даст плюс минус 11 плюс 3. Получаем минус 8, ребятки. Минус 8X в третьей. 7X в квадрате. Вычесть X в квадрате. Получаем плюс 6. Плюс 6X в квадрате. И плюс 5X. Списывая. Так, идем дальше. Теперь смотрите. Вот у этого получившегося многочлена тоже появился старший член. Так, мы опять с вами старший делим на старший. Старший делим на старший. Так, что получается? Так, опять смотрите. Минус 8X в кубе делим на 2X в квадрате. Это получается у нас с вами минус 4X. Так, значит сейчас 2X в квадрате минус 3X плюс 1 умножаем на минус 4X. Получается минус 8X в кубе. Дальше плюс получается 12X в квадрате минус 4X. Так, вычитаем. Так, ну это понятно у нас с вами исчезает. 6 вычесть минус 12 получается минус 6X в квадрате, ребятки. Так, дальше здесь получается плюс 9X. Ну и конечно мы с вами списываем минус 3. Ну и как вы видите, в последний раз у нас опять старший делится на старший. То есть сейчас минус 6X в квадрате на 2X в квадрате делится. Так, берем по минус в результате... Так, там я сколько брал? Так, берем по минус 3. Да, потому что минус 6X в квадрате делим на 2X в квадрате. Их в квадрат сокращается, остается минус 3. Ну получаем минус 6X в квадрате. Так, плюс 9X и минус 3. Так, в результате получается, как вы видите, ребятки, 0. Все, процесс деления остановился. Процесс деления может остановиться в двух случаях. В двух случаях. Это либо мы получаем 0, либо получаем многочлен степени ниже, чем тот, на который мы делим. То есть получилось бы линейное выражение или константа, то тогда у нас с вами получается тоже деление остановится. То есть либо 0, либо то, что меньше квадратного трехчлена. Ну смотрим на ответ. Так, вот у нас с вами так. Так, ответ X в квадрате на 4X минус 3. Это вот это. Все, задание мы с вами решили. Идем дальше. Идем дальше. Так, следующий номер. Следующий номер, давайте смотрим. Так, ну что. Очень похоже на только что решенное задание у нас сами. Так. Что делаем? Так. Опять. Поехали. Ну смотрите, ребята. Конечно, можно вот. Вот минус 1 это нормальное число. То есть можно его подставить и все хорошо. 3,8 ну как так себе. Да, то есть уже не очень удобно подставлять. Поэтому, наверное, все-таки стоит, значит, преобразовать и возвести, ну в смысле преобразовать это выражение. Только после этого подставлять можно. Так. Ну что у нас получается? Итак. 2 в кубе. Так, 2 в кубе это у нас с вами. Давайте сразу же. Это получается 8 умножить а в квадрате, да еще в кубе получается уже а. Когда мы возводим степень в степень, то они у нас с вами перемножаются. И получается уже а в шестой умножить. Здесь получается b в квадрате, да еще в кубе, так же b в шестой. b в шестой. Так, разделить. Это у нас потом будет. Так, здесь в числителе продолжаем. 1 четвертая в квадрате. 1 шестнадцатая. Умножить. Так, а в кубе, да еще в квадрате получается а в шестой. Умножить на b в четвертой. Так, знаменатели. Давайте, ребятки. 3 в квадрате. 9. Умножить на а в восьмой. Умножить на b в десятой. Ну что ж, приводим подобное. Когда мы перемножаем две степени с одинаковым основанием, основание оставляем прежним, показатели складываем. А когда делим, то вычитаем. Ну, давайте сначала с константами разберемся. Вот смотрите. 8 умножить на одну шестнадцатую. Это одна вторая. Так, одну вторую мы еще делим на девятку. То есть получается одна восемнадцатая. То есть здесь мы все разобрались. Умножить. Так, поехали. В числителе. А в шестой. Да, а в шестой. А в двенадцатой. Но мы делим на а в восьмой. То есть вычитаем 8. Получается а в четвертой. Умножить. b в шестой. b в четвертой. Это b в десятой. И делим на b в десятой. Ребятки, так это ж единица. И о, как нам с вами повезло. Нам b не надо подставлять. Осталось только подставить минус единицу. Минус единица в четвертой. Это единица. И получается, ребятки, у нас с вами 1,18. Все. Задачу мы с вами решили. Самое главное найти правильный ответ. Вот он у нас с вами по цифре 2. Так. Идем дальше. Так. Числа 2,5 и минус 0,4 являются корнями этого уровня. Но как решать эти задачи? Ну, когда вообще ничего в голову не лезет, можно просто в лоб начинать подставлять. 2,5 в каждый ответ, да? Вот. И может быть, что-то вы угадаете. Потом то, что подойдет, то уравнение вы подставляете минус 0,4. И так далее. Ну, вы понимаете, что это тоже не очень хороший способ решения. Давайте вспомним. Вот квадратное уравнение, да? Квадратное уравнение. Вы знаете, что оно классически выглядит как. Ах в квадрате. Квадратный трехчлен. Плюс bx. Так. Что-то сейчас произошло такое. Я что-то даже не сами понял. Начал писать. На тебе. И все накрылось. Ну что ж. Повторим. Так. Ах в квадрате. Плюс bx. Плюс c. Равно нулю. Вот. Квадратный трехчлен. Мы умеем его решать через дискриминантики. Теорему Виета. Да. Следствие с теоремой Виета. Вот. Значит, смотрите. Но когда корни этого уравнения есть, то квадратный трехчлен мы можем разложить на множитель. Ну, я про действительные корни говорю. То есть, а умножить на x, вычесть x1, умножить на x, вычесть x2. Так. x2. Равно нулю. Вот так вот мы можем разложить наш квадратный трехчлен на множитель, если у нас корешочки есть. Но, как вы видите, а, конечно, у нас с вами нигде здесь не играет никакой роли. Потому что это константа, на нее можно сократить. Вот. Но, смотрите, ребятки. У нас корни-то известны. Давайте мы подставим. И значит, получается у нас, смотрите, что. x, вычесть 2,5. Вот я первый корень. Так. Дальше. Умножить на x, вычесть второй корень. То есть, это плюс в результате получается 0,4. Скобочка закрылась. И это равно нулю. Ну что, скобки ему умеем с вами раскрывать? Так. Фонтанчиком, да? Ну и поехали раскрывать. x квадрат. Дальше. Смотрите, я вот так вот. x этот на этот. Потом x на минус 2,5. Так. Ну, конечно, кто умеет пользоваться теоремой Вьетта, это вообще круто. Минус 2,5. x. То есть, я решаю, знаете, ну, как это попроще, да? Рабочий крестьянский метод. Минус 2,5 x. Так. Плюс 0,4. 0,4 x. Ребята. Так. И минус 2,5. Посмотрите, 25 на 4 это же 100. А у нас две цифры после запятой. Ну, вроде бы как единица получается. И все это равно нулю. Ну, приводим подобное, ребята. Это x в квадрате. Так. Минус получается 2,1 x. Так. И минус 1 равно нулю. Ну, такого ответа, конечно, вы не увидите. Поэтому можно умножить все на 10. Все можно умножить на 10. Умножаем на 10. Получается. 10x в квадрате. Минус 21x и минус 10 равно нулю. Так. Скажите, пожалуйста, какому ответу у нас с вами это подходит? Так. У нас подходит совершенно верно к пятому ответу. Молодцы, ребята. Так. Значит, смотрите, есть... Значит, ну раз мы уже затронули квадратное уравнение, давайте... Ну, я думаю, что вы знаете эти правила. Но все-таки давайте я следствие из теоремы Вьета вам запишу. Так вот, смотрите, если сумма всех коэффициентов а плюс b... Если а плюс b плюс c... Ну, то первый корень, то первый корень уравнение будет равен всегда... Будет равен единичке. А второй корень уравнение... А второй корень этого уравнения, x2, будет равен у нас с вами... Коффициент... С... Поделить на а. А. Это первое. Это первое. Вследствие из теоремы Вьета. Так. Второе. Если сумма крайних... То есть а плюс c... Будет давать средний... То есть b... То у нас с вами... Первый корень этого уравнения... Первый корень этого уравнения... Будет равен минус единице... А второй корень уравнения... Так. Что-то не пишет... Камеру подключить. Так. Сейчас, ребятки. То второй корень уравнение... Минус c... Делит на а. Минус c... Делит на а. Минус c... Так. Так, прошу прощения. Так, Ньютон начал писать. Так, сейчас мы это договорим. Х второе равняется минус С делить на А. Минус С делить на А. Так, вот. Вот так вот. Минус С делить на А. Дальше поехали. Дальше поехали. Так, сейчас минутку, ребятки. Так, вот где это применяется? Так, давайте на следующем слайде я напишу, где это применяется. Так, ну, прежде чем решать это уравнение, давайте я вам приведу простой примерчик. Простой примерчик приведу. Вот смотрите, дикое уравнение, какое может быть. У нас с вами сейчас 22-й год, да? Посмотрите. Может быть такое. Так. У нас может быть 2022-й год, 2022-й год. Х в квадрате. например минус 1999 x так и минус например 23 23 равно 0 ну что если через наш любимый дискриминант это решать но мы точно приплывем с вами вот поэтому смотрите попробуйте всегда решать задание такого типа начиная вот с тех двух свойств которые мы столько что записали посмотрите вот считаем сумму коэффициента 2022 вычесть но у нас же коэффициент минус 190 1993 значит 2022 вычесть 901999 и вычесть 23 так слушайте как раз 0 получается а раз 0 получается значит первый корень сто процентов у нас будет единица по нашему свойству а по второму свойству ребятки второй корень второй корень у нас сами будет c делить на а то есть получается минус 23 делить соответственно на а то есть на 2022 все вот представляете можно через дискриминант сумма сойти решать а можно вот так вот используя свойстве стерео вето так теперь давайте решим 12 задание сумма квадратов корни уравнения равна ну смотрите ребятки конечно можно найти корни никто из мира не запрещает этого делать можно найти корни найти потом сумму квадратов после этого глаза на лоб полезут и точно где-нибудь можно ошибку сделать все эти задания рассчитаны теорему вето по теореме вето если вы помните сумма корней приведенного квадратного уровня сумма корней приведенного квадратного уровня будет равна коэффициенту перед x взятому с противоположным знаком то есть минус 3 а а произведение корней ребятки произведение корней это есть у нас с вами произведение корней это есть у нас сами свободный коэффициент нашем случае это минус 7 а теперь сумму квадратов смотрите как можно это сделать но это тоже от ноги у вас точно есть вот можно просто в лоб возвести вот это в квадрат можно далеко вот а можно ребятки можно все-таки немножко по креативе и так смотрите x1 в квадрате плюс x2 в квадрате так написать то я конечно написал но у меня ведь левая часть не равна правой у нас ведь если раскрыть эти скобки у нас с вами еще появляются удвоенное произведение ну так если она появляется до давать его уберем минус 2 x 1 из 2 вот смотрите у нас все получается и самое то главное ребята мы все знаем x1 плюс x2 знаем это минус 3 минус 3 в квадрате это 9 вычесть так значит 2 на произведение а произведение минус 7 минус 2 на минус 7 плюс 14 в результате мы с вами получили 9 плюс 14 23 вот и все задание так смотрим ответ номер 3 вот так она ребятки решается то есть учите теорему виета она помогает она помогает она помогает так идем дальше мне кажется что мы сегодня подобное задание с вами уже решали и я вам предлагал конечно решать это задание в лоб то есть можно было бы что делать но там помните избавлялись от рациональности знаменателей получалось там шутки жуткая а потом мы сами сказали что можно по-другому можно научиться выделять полные квадраты и ну такая знаете подсказочка скорее всего вот наверное что-то вот это будет подсказывать на то что здесь записано так ну как нам это вытащить давайте попробуем вот с этим разобраться под коренным выражением и так пишем 43 плюс ну так как у меня тут что-то тормозить немного поэтому давайте я переписывать буду вы перепишите 43 плюс 30 корней из 2 равно мы с вами договорились там где у нас есть корень то есть где он остается это удвоенное произведение то есть там должна быть техническая двойка техническая по формуле идет до которой 2 а.б. значит давайте мы ее сразу напишем это 2 умножить на 15 почему 15 может 30 к потому что было на корень из 2 если это у нас с вами ребятки 2 а.б. а.б. то вот это вот это у нас сами а квадрат плюс b квадрат если а но цити техническая двойка то есть она у нас формуле не участвует то есть в подстановке 15 это а ну смотрите 15 если подставлю вместо а в квадрат это же там еще 225 получится а у меня всего 43 до 1000 из b поэтому у нас сами точно надо 15 как-то раскидывать так будем думать как ну как 15 это 3 на 5 получается давайте переписываем дальше 43 плюс 2 умножить соответственно ребята на 5 на 3 на корень из 2 так ну чтож для себя подписан 2а б вот эта двойка она у нас сами техническая так ну давайте если а это 5 а 3 корни из 2 это б подставляем и так а в квадрате то есть 5 в квадрате это 25 3 корни из 2 в квадрате так 3 в квадрате это 9 9 9 на 2 у нас с вами получается что-то это будет 18 25 до 18 опа ребята мы попали в точку у нас ровно 43 значит мы угадали формулу у нас с вами получается ребята 5 плюс 33 корня из 2 и это все дело в квадрате осталось подставить наше выражение но смотрите ребята я хотел бы вам напомнить одно правило что корень квадратный из а в квадрате корень квадратный за в квадрате это ребятки модуль а а вы должны это припомнить то есть просто так квадрат нельзя вот так вот раз раз и все его значит уничтожили нет дорогими вот только то значит подставляем наше выражение поехали и так три корни из двух минус пять слушайте мне никогда такого кривого почерка не было так получается 5 плюс напишу три корня из двух все это в квадрате так корень в квадрате нам дает модуль то есть корень из квадрата дает нам модуль то есть получается три корня из двух минус пять так скобка закрылась умножить на модуль спешу напишу подробно кстати под модуля можно знаки менять как хотите так и делать то есть от перед ну а здесь вообще знаки можно даже не нет а перестанутыми слагаемых сумма не меняется я могу написать три корня из двух плюс пять но под модулем конечно у кого рука набита он уже понимает что этот модуль раскроется со знаком плюс потому что здесь сумма двух слагаемых положительных это есть положительная начинка раскроется со знаком плюс и у нас ребятки получается опять формула формула разность квадратов то есть как вы видите как вы видите очень большой упор очень большой упор делается на формулы сокращенного умножения поэтому мой вам совет вот эти формулки учить так ну ребят что-то вообще происходит без меня как-то я не знаю вроде бы как пятерка должна была быть а тут а тут какие-то иероглифы ну что считаем три корни из двух квадрате это 9 на 2 18 вычесть так вычесть вычесть 25 так вычесть 25 так вычесть 25 так и в результате у нас с вами ребятки получается вроде бы как минус 7 вот видите такой ответ уже есть под номером 4 вот так она решается на первый взгляд вроде страшно а так все в пределах разумного ничего страшного так идем следующее задание решать так 14 графики функции пересекается в точках с координатами так ну ребята как мы находим точки пересечения приравниваем да то есть ну вообще конечно это не очень красивым то есть мы решаем системку да ну так как у нас тут все сегодня подтормаживает поэтому давайте мы сразу приравняем таких с квадрата плюс 2x 2x плюс 3 3 равняется минус 2x минус 3 ну что переносим получается x в квадрате плюс 4x так и у нас ребятки плюс 6 равно 0 вот такое уравнение мы с вами получили так сейчас нам нужно его решить так что-то у нас тут видимо дискриминант какой-то интересный получается да так но потерями это нам тяжело вытащить да и так 4 в квадрате это 16 вычесть удвоеной фу минус 4 от c минус 4 на 1 на 6 это минус 24 ребята нам крупно повезло нам дальше делать ничего не надо дискриминат оказался отрицательным а это означает что графики этих функций не пересекается ответ под номером 5 вот и все так но если вы мы нашли корни мы был потом подставляли но легче всего было бы вот сюда чтобы найти игроки не пытались найти правильный ответ так о хорошая задача такая была когда-то на угле на вступительных экзаменах в лицей тоже помню лицей номер два при госуниверситете когда-то давно так если влажность пшеницы поступающей на зерно сушилку составляла 44 процента после просушки оказалось равным 20 процентам то пшеница потеряла весе ребят ну тут можно столько способов наворотить но самый простой это работа как думаете с чем кто знает в чате напишите с чем здесь выгодно работать задачах такого типа молодец от настя подсказывает действительно это сухим веществом так вы смотрите если важность пшеницы поступившей на зерно сушилку составляла 44 процента то есть это воды в ней 44 процента значит значит в ней получается у нас с вами 56 процентов сухого вещества а после просушки оказалось равны 20 процентам то пшеница потеряла весе ну тут дело значит что можно за x принять значит значит за x принять пшеницу так то есть получается x это свежая пшеница да тут но та которая приехала на сушилку это значит свежая это свежая пшеница ну или сырая так значит что получается у нас с вами в этой пшенице получается 54 процента сухого 56 процентов сухого вещества значит x надо поделить на 100 и умножить умножить на 56 так на 56 и это ведь ребята испаряется при сушке вода правильно остается пшеница так вот осталось у нас сами если смотрите после сушки она у нас оказалась влажность 20 процентов значит там остается 80 то есть игрок да сами возьмем так игры конечно здесь можно без всяких игроков решить эту задачу нужно решить ее на 100 килограммах например да и так игрок это сухая пшеница то есть получается надо игрок поделить на 100 на 100 и умножить на 80 ну как вы видите сотки у нас уходят можно сократить на 8 так вот на 8 сокращаем здесь остается 10 там остается 7 и у нас с вами получается что игрок игрок мы идем нам даже надо сухую пшеницу найти и так игрок будет равен у нас сами 0,7 x ребятки если x было а стала 0,7 x сколько скажите пожалуйста потеряла в весе пшеницы в чате кто-то напишите только получается совершенно верно вот молодцы ребята молодцы 30 процентов действительно так 30 процентов так идем дальше так следующая задачка задача на работу так поехали итак в бассейн проведены две трубы через первую трубу втекает 30 ведер в минуту а через вторую вытекает 720 ведер в час так услышали разницу то есть там в минуту а здесь сейчас если открыть обе трубы то бассейн наполнится через 25 часов вместимость бассейна ведра составляет ну что ребятки у нас сами получается что что во первых надо перейти в огне единицы измерений то есть первая труба первая труба в ней получается что в минуту втекает 35 ведер то есть получается у нас с вами ой 30 ведер значит за час это надо 30 может на 60 так в результате у нас с вами получается 1800 1800 ведер давайте в напишу в час так вот столько у нас получается ведер в час втекает в эту самую а в бассейн 720 значит сколько остается 1800 1800 получается вычесть 720 720 в результате получается так это остается 1000 так 80 правильно ребята это ведер в час вот настолько у нас с вами наполняется бассейн в это в час но сколько он наполнялся ребятки он наполнялся 25 часов так надо что сделать производительность вот эту нашу с вами умножить на 25 так то есть 1080 80 надо умножить на 25 ну вот остается посчитать это все ребята 1080 умножить на 25 так ну что 1000 на 25 это 25 тысяч правильно 25 тысяч раз два три плюс 80 может на 25 8 8 умножить 80 это у нас с вами 44 на 20 так и 4 на 25 это у нас с вами 100 да еще на 20 это получается еще 2000 ну и вот у нас с вами ребята получается 27000 так здесь еще нолик у меня почему-то не рисуется и 27000 вот ответ под номером два идем дальше ну вот это задание ребятишки я называю задание для слабонервных то есть посмотрели и сразу разбежались в разные стороны на самом деле бояться не надо так ну вот перепишите его себе 2000 2001 одна целая одна сороковая минус тысяч девятьсот девяносто семь целых шестьдесят семь пять тысяч сороковых плюс пять тысяч и восьми ну как решается задание такого типа это очень просто ребятки целое с целыми а дроби с дробями вот и поехали целые складывать и вычитать 2001 вычесть 1997 ребятки так мне кажется мы сейчас с вами даже практически у меня посчитаем так равно и так получается вроде бы как 4 4 дальше плюс у нас сами осталось одна сороковая дальше минус шестьдесят семь пять тысяч пять тысяч сороковых так и плюс пять тысяч и восьмых ну ребят конечно стран можно сразу начинать все приводить к общему знаменателю а можно потихонечку можно например вот это вот всего-навсего до множить на 5 домножить на 5 и уже посчитать это с этим у нас как раз получается пять тысяч сорок здесь да и мы здесь получим минус шестьдесят семь плюс двадцать пять то есть видите я как бы не стараюсь сразу все охватить можно конечно и все сразу сделать тише веришь запомните дальше будешь то есть надо спешить тоже правильно так и получается ребятки 67 вычесть 25 это получается 22 но со знака минус у нас ой 22 что я сказал 42 конечно 42 5040 так сейчас смотрите конечно можно немножко посокращать 5040 можно поделить на 2 можно здесь значит приводить к общему знаменателю ну как хотите давайте посокращаем немножечко так во первых мы можем сократить на 2 так здесь остается 21 так здесь у нас с вами ребятки остается сколько 2520 2520 2520 а вообще-то можем с вами ребятки еще сократить например на тройку потому что 2520 так это 20 ребят по грешности печати значит делится на 3 сумма всех цифр числа делится на 3 да у нас с вами получается чем у нас вот здесь остается 7 7 так а здесь у нас с вами получается смотрите как это посчитать вот 2 252 там уделим вот это 252 можно как расписать это 240 плюс 12 240 разделить на 3 это 80 12 на 3 это у нас с вами получается 4 то есть получается 80 до 12 получилось ой что то я не то говорю 80 до 4 да на же там 12 на 3 надо развить 80 до 4 это получается 84 но мы с вами про нолик не должны забывать то есть получается 840 вот так так слушайте ребята мне кажется 840 делится на 7 так здесь у нас с вами единичка остается посмотрите 840 да а как же разделить это 700 плюс 140 700 на 7 это 100 а 140 на 7 это 20 оказалось 120 вот ну или 84 так вот смотрите значит ребята осталось привести к общему знаменателю так видите уже легко так давайте перепишу чтобы эти каракули здесь как бы нас с вами не свели с ума так 4 целых плюс одна сороковая и минус одна сто двадцатая ну что ребята я думаю что здесь вы уже и без меня спокойно справитесь правильно вот это всего надо домножить на три получается три вычесть один это два две сто двадцатых это одна шестидесятая и в результате мы получаем четыре целых четыре целых одна шестидесятая такой ответ есть под номером один ребята так вот так решается эта задачка давайте еще решим задание о задача на растворы так как решаете задачки на растворы ребята так вот кто-то систему не решает так молодцы через чистое вещество тоже хорошо ребята молодцы а можно решать ребятки знаете как эти задачки стаканчиками давайте смотрите что у нас в жалли листок у нас смешали два литра пятипроцентного раствора шесть литра 25 процентного раствора и 2 литра десятипроцентного так давайте стаканчики рисовать будет вот у нас с вами есть один стаканчик к нему добавили еще один стаканчик к этому стаканчику добавили третий стаканчик а когда мы все перебулькали ребятки получился четвертый стаканчик так вот снизу мы подписываем литры грамм и килограмм это кстати можно сплавы перед сплавлять первый был два литра так и он был ребятки пятипроцентный так второй было 2 было 6 литров и он был 25 процентный так 3 был 2 литра и он был десятипроцентным ребятки вот смотрите ведь когда мы перебулькали эти процент растворы вот с этим в одну бочку да все сливаем смотрите если было 2 литра 6 литров и 2 литра так слушайте когда мы перебулькали 10 литров же получилось 10 литров а вот проценты складывать нельзя проценты складывать нельзя потому что проценты берутся ребятки от разных чисел и поэтому здесь мы напишем с вами x процентов ну а дальше дело техники что такое процент процент это сотая часть числа и поэтому с вами смотрите мы два должны поделить на 100 и умножить на указанные проценты вот столько у нас сами ну соляной самой кислоты вот в этих двух литрах плюс соответственно сколько здесь соляной кислоты то надо 6 поделить на 100 и умножить на 25 плюс соответственно 2 поделить на 100 на 100 на 100 так и умножить на 10 так на 10 здесь у меня равно мы должны 10 поделить на 100 и умножить на x почему я ребята люблю так записывать во первых вы будете работать только с целыми числами вот очень знаете больше всего ошибок не в том что вы что-то не знаете чего ты не имеете чаще всего ребятки ошибки простом элементарным счете поэтому вот старайтесь работать по возможности с целыми так значит смотрите дальше что у нас видите сотки везде уходит то есть это домножил на 100 еще если внимательно посмотрите я вообще могу еще поделить на 5 здесь уходит пятерка здесь остается 5 от десятки остается двойка и здесь двоечка остается но остается сложить ребята 2 плюс 30 плюс 30 так плюс 4 и равно это ребятки 2x ну что давайте устно уже посчитаем так получается у нас с вами 36 равно 2 x значит x у нас с вами будет рай 18 ну все он видите четвертый ответ задача решилась вот так вот понятно ребята как решать стаканчиками ну вот здорово так ну давайте я там видите немного поздно подключился поэтому давайте еще парочку задач решим так значит смотрите девятнадцатую задачку в классе 4 7 учеников мальчики доля отличника среди девочек 1 15 а среди учеников всего класса 1 7 тогда доля отличника среди мальчиков равна как решить эту задачку кстати вот такие задачи будете решать в десятом в одиннадцатом и даже в институте подобные задачи решать эти задачи можно решать используя дерево граф например вот смотрите весь класс ну так как здесь у нас с вами вообще ничего не сказано сколько было людей то мы можем принять за единицу за 100 как хотите ну я за единицу так вот этого это весь класс это единичка то есть единичка то весь класс ну у нас сами класс делится на мальчиков и на девочек сейчас чуть так еще раз рисую значит и так единичка то весь класс вот он делится на мальчиков так и на девочек мальчики бывают отличниками так ну и реальными пацанами так давайте тут мы он тут вот так вот реальных нарисуем давайте реально такие реально реально не хотят писаться так 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 ну девочки у нас тоже отличницы ну и реальные девчонки так 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 погнали смотрите четыре седьмых учеников мальчики то есть у нас оказывается с вами здесь четыре седьмых это мальчики тогда ребятки девочек сколько будет если четыре седьмых мальчики то девочек сколько три седьмых три седьмых совершенно верно три седьмых молодцы так три седьмых дальше смотрите то ли отличников среди девочек 1 15 то есть девочек вот этих вот отличниц 1 15 ребята у меня плохо не чуть не пишет здесь 1 15 а среди учеников всего класса 1 7 доля отличника среди мальчиков равна 2 откуда знаю сколько этих реальных ребят отличников ну значит отличников ребят у нас с вами мальчиков x такая доля отличники всего класса ребятки это отличники мальчики отличницы девочки и чтобы дойти до отличника мальчиков надо что взять 4 седьмых от всего класса и столько же и x и x частей получается отличника то есть это как почек запишется это вот единица умножаться на 4 седьмых это столько мальчиков среди них доля отличников x то есть умножить на x вот столько получается отличников мальчиков плюс к ним добавляются отличницы девочки это единица умножается на 3 седьмых 3 себе так и умножается на одну пятнадцатую одну пятнадцатую в результате у нас сами ребятки будет равно чем уже это равно она будет равно 1 7 сего класса то есть единичка умножить на одну седьмую ну а дальше все просто все просто ну и во первых сами смотрите на семерочку на семерочку можем вот так вот сократить ну в смысле домножить на 7 и она сократится не просто так вот тогда на 7 домножили ну дальше чтобы не возиться с дробями я бы наверное умножил на 15 если вы не хотите домножать ради бога не умножаете это ваше дело получается в результате здесь осталось 4 до 15 это у нас были с вами 60 x дальше плюс 3 и равно это у нас сами ребятки это у нас будет равно 15 15 15 ну все находим x так x у нас с вами будет равен так 3 переносим получается 12 12 поделить на 60 ну там мы можем с вами на 12 сразу сократить и получается 1 5 так вот оказывается что отличников мальчиков будет 1 5 ребятки вам понятно как решается эта задача замечательно значит смотрите ребят у нас с вами следующее занятие будет через неделю я организаторов попрошу отправить вам вот этот тест вы его дома еще раз посмотрите и следующий раз зададите мне вопросы посидите порешайте мы сами успели из 30 заданий всего только 19 вот будет хорошо чтобы вы дома сами это порешали чтобы у вас мозги поскрипели вот кроме того есть демо версия теста на сайте вы тоже можете посмотреть его решать и в следующий раз задать мне вопросы хорошо значит так не знаю ребята не знаю буду ли я преподавать у вас в лицее жизнь покажет так я так далеко не живу вот значит смотрите ребят самое главное вам нужно вы запомнить запомнить что что нужно знать формула сокращенного умножения далее преобразование алгебраических выражений здесь нужно выделять полные квадраты хорошо знать теорему виета вот вот эти вот моменты на следующем занятии мы с вами мы с вами постараемся разобрать задачки с параметрами которые вам необходимы еще и так же для успешной сдачи о г это это все у меня в планах на следующем на следующем уроке поэтому тест вы дома решаете не отныниваете вот и на следующем на следующем занятии задаете мне вопросы ну что ж спасибо что вы сегодня к нам пришли на этот вебинар ну начало было немного скомканным из-за технических моментов ну что ж всякое бывает жизни вот техника иногда ломается поэтому жду вас на следующем занятии приходите с вопросами ну и берегите свое здоровье чтобы все было хорошо спасибо ребята до свидания до свидания до свидания до свидания у